Сегодня мы начинаем встречу с очень интересным человеком. Павел Антонович Захарин приехал к нам аж снядым. Член Союза писателей России, лауреат премии Николая Рубцова и вообще замечательный поэт, очень известный в России, пишет прекрасные стихи, талантливые, автор пяти сборников поэтических. И совсем недавно у него вышла книжка в издательстве нашей писательской организации, регионального отделения Союза писателей, которая называется «Святая простота». Представлены лучшие, а, наверное, других и нет, стихи из творчества Павла Антоновича Захарина. Я не буду очень много говорить об этом человеке, потому что у нас здесь есть знаток его творчества, подвижник творчества, с помощью которого создавалась эта книга, это Игорь Давидович Гуревич, заместитель, председатель управления регионального отделения Союза писателей. Я хочу вас поздравить с этой встречи, потому что, на самом деле, Павел Антонович, он действительно не просто хороший поэт, он еще и, на мой взгляд, он очень интересный, замечательный даже рассказчик. Ну, мы нельзя сказать, что знакомы давно. У нас скорее вот с того года, когда мы съездили на Петровские строки, вот мы близко познакомились с Павлом Антоновичем, ну, а книжка «Сдружила», мне кажется. Да? Ну, она вот делалась достаточно быстро, удивительно быстро, ну, если брать относительно того, как делаются книги. На каком-то одном дыхании. Потому что было интересно. Мне было очень интересно. Мне казалось, что и Павел Антоновичу тоже было интересно делать книгу. Он об этом расскажет. Скажу только два слова. Она... Я не о нем сейчас, а о книге, потому что вот он будет о книге говорить, о себе расскажет. А вот книга, она, на мой взгляд, особенная, интересная, потому что это не просто сборник стихов, а ее нужно читать каждый день с понедельника и по воскресенью. Потому что главы этой книги так и называются. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. И особенно в пятницу можно читать. Есть одно замечательное стихотворение. С понедельника на пятницу. Вот примерно так. Если вы откроете передачу «Книжная лавка», где мы с Павлом Антоновичем общаемся по этой книге, вот примерно так мы и беседовали. Так и написано на одном дыхании эта книга. И я хочу еще, чтобы он обязательно объяснил, почему эта книга названа «Святая простота». Потому что это тоже отдельная история. И там очень много, с одной стороны, личного, а с другой стороны, близкого и понятного всем нам. Я еще раз вас поздравляю с сегодняшней встречей. Ну и желаю, чтобы она прошла интересно. Надеюсь. Здравствуйте, милые, дорогие люди. Дорогие, ты собрался, вот все хорошо уже. Есть с кем поговорить, с кем пообщаться. Очень приятно. Вот я, Паша Захарьин, по отчеству Антонович, поскольку у меня отец был Захарьин Антон Константинович. А дед Константин Никифорович. Интересный он, с правдой. Кстати, я его не помню, но воображение мое его рисует очень четко и ясно. Бывают такие вещи. Даже если бы не было фотографий, только по рассказу моей мамы, поскольку мама была просто великолепной рассказчицей. И помню, был такой сосед, Вовка Большаков, он все время приходил, у нее деньги выпрашивают на бутылку. И мама ему давала там три рубля, эти всегда давала, поскольку он тоже умел очень хорошо с ней беседовать. Она любила побеседовать. И эти беседы я порой так слушаю, с таким интересом прям залюбуюсь. Ну ладно, в общем, родила у меня мама в 1953 году, 31 января, седьмым последним ребенком. На ту пору, значит, уже летом, спустя пять месяцев, батюшка мой умер отец от неизлечимой по тем временам болезни. И остались мы семеро у мамы на руках. И, в общем-то, эта книга, вот «Святая простота», она пронизана, как вот образ мамы и стихи. И они, они как бы идут красной нитью от начала и до конца. Ну, мама этого заслужила, поскольку великая женщина. Мой старший брат о ней тоже писал. И когда-то мечтал написать даже книгу о нашей родословной старшей Володе. Он родился в 37-м году, но погиб рановато, в 40 лет. Книгу он не успел написать, но у нас был с ним договор. Ты пиши прозу, а я буду писать стихи. Но он прозу где-то писал, но она пропала вместе с ним. А ну, стихи я все-таки продолжу и отпишу. И до сих пор еще сочиняю. Таким образом. Ну, слава Богу, жизнь отдала годиков, елки-палки, резку. Стою уже 70 лет не вспомнилось. И знаете, вот груз ехал как будто встречу. Вот я сдал этой даты 70 лет. И когда это прошло, такая легкость, как будто душу совершенно точно посетила некая юность. Легкость необыкновенная. Так что желаю всем дожить до 70-80 и так далее. Моему брату, мы с ним вдвоем остались, из всех семерых. Он приезжал как раз на мой юбилей тоже. Живет на юге. Так уж вот судьба сложилась. Ему 81 исполнился. 24-й. А варя он старше меня на 11 лет и одну не ел. Бодрячком. В топочку выпит еще. Спит хорошо. На левом боку просыпается безголовной. Более все прекрасно. И я на него посмотрел, думаю, господи боже мой, он до 80-ти отговор, даже о чем мне-то не пожить. Так что будем жить. Ну ладно, я разболтался. Давайте лучше стихи почитаю. Ладно, да? Вот. Ну, начнем уж тогда. Да, Надежда, правильно говорю Надежду. Попросила о Няндоме рассказать. Ну да, родился я в Няндоме. Ну, вот такой стих. Я взял поместовое Николая Михайловича Рудцова «Тихая моя родина». Это известный стих, посвященный Белову. Ну, почему-то мне так захотелось, в общем-то, взять эпиграф Беловский, Рудцовский, посвященный Василию Белову, и написать стихи про Няндома. Вот на мотив этого Рудцовского стихотворения. Написал так. «Тихая моя Няндома, словно большое село, Снегу по крыше по впадинам, В марте окрест намелом, Теплыми днями желанными Снег потемнел, он промок, А над холмами, а над холмами туманными Светится месяц рог. Там, где с ребятами до темно-резво играли в футбол, Нынче бурьян да паскотина, Нежный хосин чистокол. Школу мою деревянную, жалко, Недавно смесли, пушкинскую, да спославную. Думали, да не спасли, Парк городской наш заброшенный, Время былое хранит. Сколько здесь в туфелях сношено, Солнышко в небе горит, Где же вы души родителей, Не обижай их, Христос. Пруд у церковной обители, Тиной густой зарос, Скоро придет разговение, Весь православный народ, Славя Христа воскресенье, В хрестный направится ход. С первыми вешаемыми соками Силою новой возьмусь, Под небесами высокими, С Родины милой сольюсь. Она где-то как-то отголоском все время звучит в моих стихах. Вот допустим, тоже вспоминаю, как это было, улица Дружба, я однажды просыпаюсь, смотрю за окном, Вот такое ощущение, как будто природа, Ну, природа сама как бы стих подсказывает, Каждый, сейчас хочу читать, я забыл, как стих-то. А, вот позапрошлую осень обилие света, На округу сочилась мою, Так, наверное, природа прощается с летом, Так, наверное, бывает в раю. Молоко источали небесные своды, Сквозь туманы, сквозь облака, Выражая вселенскую милость природы, Выражая любовь на века, А безумия рожды света, Свящая жилище, Будто в долгие ночи в бою Посылал с поднебесья Духовную пищу, Народимую землю мою. Вот это стих, да, это вот от посверок, Улица Дружба, окно сновидел, Вот это стих, который я специально вылезал на улицу, Вот это ощущение присутствия пространства, Ощущаясь, когда пространство звучит, В этом пространстве есть стих, Задача поэта стих услышать и написать. Вот так и получилось в этом случае. Вот еще, тоже мне из природы нравится. В зелень девушки гуляют, Пьют на стои глубины травы, В небе ангелы летают, И легко, и величаво, Поклоняясь огородам, Люди землю поднимают, Там землицы год за годом Корни жизни возревают, Там в глубинке почвы сытый, Банный пар земли таится, Оттого зарею мытое утро Родственное струится, Оттого с рассветным вздохом По траве идук вводится, Там привет на серебрится, Баня вышитая мохом. Вот такой стих. Давайте про маму. Конечно, надо про маму почитать. Когда бы раньше было много, Когда умерших было мало, Но теперь с годами, конечно, прибавляется, И в кругу семьи я всегда читал, Вот мама жива, значит, И читал такой стих. Корова не умеет говорить, Но мама с ней не раз вела беседу, Чтоб вдовью жизни свою благословить, Чтоб крынка молока была к обеду. А как иначе? Семь осталось рдов, Сама восьмая, Вся тут тратя сила, Ни одного по миру не пустила, А сберегла. Характер был таков, И научила видеть красоту, Стога метала, ловко, Честь по чести, Не растерялась сердца доброту. Всю жизнь была на самом нужном месте. Еще вспоминаю такой эпизод. Мама у зеркала стоит, Тажимовича там это побосилась, Повернулась и пошла. И там, ну, со славой, В общем-то, в принципе, как бы стих рассказал, Но потом я, наверное, иду в святак, Все работал я, да, Работал я на железной дороге, Закончил, да еще по пути скажу, Закончил я, в принципе-то, Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта, Как я в шутку говорю, с литературным уклоном. Поскольку там было литературное объединение, Вел его ленинградский поэт Вячеслав Рейкин. Вот. Дай Бог ему здоровья, Долгие-долгие лета. Человек совершенно самозабвенно влюбленный в поэзию. Меня поражало, что он лицом, может быть, не очень-то и красив, Но когда он читал читать стихи, он буквально весь светился. Он остался просто прекрасен. Вот свойство поэзии настоящего, Она буквально преображает человека. Вот у него это, вот так, прям, это все виделось. И вот он, я там занимался, В итоге-то поэзия, как, Ну, это слово поэзия пересилила, И все-таки потом я немножко поработал, Ушел, позвали меня в редакцию, Работал в редакции корреспондентом, Потом на радио работал, Радиоорганизатором в то время еще был, А потом окончательно ушел на радио, И там меня очень любили дети, Поскольку я в морозное утро в Бенварской февральск Говорит, Няндома, добрый день, уважаемые, Доброе утро, уважаемые радиослушатели, В связи с низкой температурой воздуха, Ниже 25 градусов, Заветия в школе. Ура! Дядя Пожекак, ну и как вас любили, Не то, что меня говорили, А вот именно за это дело любили. Кстати, я тоже любил, когда это меня располагалось. Так вот, я немножко отвлекся, А о чем же я говорил-то? Ну, вот о речне, да, потом... А матерь, да, вот это... А вы начните с рождения! Мама набосилась, мама набосилась, Передер, да, 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 вот этот стих, И вот иду с редакцией, значит, И вот вдруг меня пробило. И в самом деле вот я иду, задумываю, Редакция, когда работаешь, Глаза забита всякой информацией, Там, в общем, все, знаешь, А идешь, расставился, размышляешь, Друг бы, картину мне это представил. И вот тут же написался стих. Повязала мама плац, До конца поправила, Бобосилась, леший рад Про себя добавила, Повернулась и пошла, Царо-розово щекая, Словно горе обошла, Каблуками, соками. Вот. Ну, еще, Коль, вот еще мне Многое, как вот она там, Ой, господи, Все-таки вот читают стих, За который она меня ругала. Вот. Называется «Хреун». «Мать стара, я не под силу Все хозяйство отходить, Слышу, тихо попросила, Вынеси, корове пить». Сердце сжалось, Потихоньку выношу питье во двор. Мать с кольмивицей зорькой Начинает разговор. «Здравствуй, матушка, Что смотришь? Пей, да сено не позорь, Мало ли в обеды портишь?» Одолела нынче хворь. Бревнам сруба прислонившись, Замер я, как в полчне, Лампы свет в плеву разлившись, Запечалился в окне, Пахнет прелостью навоза, Сеном, теплым молоком. Посидела от мороза паутина с пауком. У двери штук неоткрытно Кот резвится, Хвост трубой, Лучиком туманным света Он играет, как в струной. Зорька жвачит, Мирно жвует, Дышит глубоко теплом, Мать, Постарчески прищурить, Управляется стелком». Так вот, Я когда-то стих писал, Значит, Она еще когда-то говорила, Хватит, Свет-то же как, Свет-то жгите, Дожгите, Деньги бипиткина, Хватит свет-то жечь. Но я в комнате там все лежу, Том прихожу, С работы на мне, Ты что делаешь? Ты мне что, Про корову пишешь, Ты мне корову испортить хочешь? Я в мамочек, Вот и все, Я в капшу псих я писал, Говорю, Мам, Не-не-не, Все нормально, Нормально. Ну, Говорю, Вот так вот. Вот, Да, Она к этому относилась, Что мне дай бог корову сглазили, Поскольку корову, Я теперь с годами понимаю, Насколько это, Что вот эта животина, Совершенно умная, Я в самом деле полюбил коров очень. Вот, И потому у меня иногда, Ну, Паша, Про корову та любимая тема. Да, Любимая тема, На самом деле. Потому что я полюбил, Я полюбил коров, Глаза, Нетоским и печальный, Так источается слеза, Образ юности опальный, Веспечным юным пастушком, Пропитанный весенним соком, Со стадом покидая дом, Я часто думал о высоком, А вкруг меня паслись они, Травы наевшись отдыхали, И думы чувствуя мои, Сочувственно в ответ вздыхали, Я привязался к ним в те дни, Как сказывала мать парата, И благодарны они, Меня своим считали братом, И мысли уносят в зенит, Видая там, Над облаками, Не чуялось, Мой стих звенит, Как песня ангела в охране. Вот видите, Коровы кангела подняли душу, Интересно очень, Я просто наблюдал, Насколько они умные, Была корова бандитка, Бывали хозяйки, Но они удивительные вещи, Конечно, Целая история, Вот как шубарк, Вот даже мерили, Вот эту тему, Вот здравствуйте, Я сидел в камеру, Вот это даже, Ну ладно, Вот так вот поневоле, Раз, два, Мыслины, Ну ладно, Так что бы еще вот вам рассказывать там, Ну вот и стихов, Да? Я и так, в общем-то, Читаю вам стихи, Так, так, Вот, наверное, Наверное, Опять же связано, А давайте я все-таки, Сережа, Почитаю стихи, Посвященные Саше Роскову, Вы знаете, Любители поэзии, Конечно, знают, Ну чудного поэта, Очень того, Гениального читаю, Поэта Александра Роскова, Ну знаете ведь его, Брату Ипатова, Брату Александра Ипатова, Да, да, Она не таусь, Так это, Он, Ипатов, Саша, Женат на Доюродной сестре, Саше Роскову. Он непокойный. Да, 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 Непокойный, Я его хорошо-то знал, Знал, Ну знал их, Очень замечательный, Вот и, Ну короче, Вот так вот, Почитаю посвященные Саше, И перед смертью у него был, Как-то у него в гостях, Он мне подарил свою книжку, А мне далекий монастырь, И много мне это рассказывал, Многое все это дарил, Дарил, Как бы это речисть было, И спустя сколько-то месяцев он погиб, Короче говоря, С его такими, Вот заволновался даже, Елки-палки, Ну сейчас успокоюсь, Ну, Святой человек, Скромный, Немногословный, Слегка заикался, И потому как-то он, На пубике, Не читал практически своих стихов, Гидкак, Я думал, Стихи просто замечательные, У нас как-то с ним состоялась переписка, Он мне однажды написал письмо, Стихах, Я, конечно, Когда я почитал стих, Я просто, Ну, Потрясен был, Да, Потрясен, Во-первых, Это с каким-то такой, Объемностью, Проникновенностью, Силой поэтической мысли, И все слова поэтического, Такого мощства, И там были такие строки, И надеясь на то, Что твоя избавилась душа За народ, За страну, Как и следы, Душам поэтов, Но я тут же буквально сел И написал ему ответ, Вот, Я сижу потрясенный, По слабим твоим из глушин, Из родимой твоей Завесенный снегами глубинки, Эти строки бальзам, Да уставшей мятежной души, В них течет молоко, И стекает на донышко крымки, Я испил весь твой стих Из посудины мне дорогой, Облизав по краям Ароматные сметанные устои, Ты же знаешь, Как дорог мне Истинный дух вековой, А народ наш, Наверное, И вправду Стоический стоек, Ты заметил, Конечно, Где им странным выдался год, Запоздала зима и весна, Заглянув вновь уходит, И не слишком озлоблен В заботах погрязший народ, Глаз Всевышнего что ли От бунта и крови уводит, Дай нам, Бог, Просвети, Чтобы миром закончился страх, Чтоб усталый народ Надышался, Хотя б надышался, Воздух сладкий, Медаром нектаром Вестением пропах, Чтобы трудный вновь Сотый раз Созидать не гнушался, Чтобы вновь, Как и прежде, Души раздышалась, Земли раздышалась душа, И Развергла б она Перед дьяволом Грозные очи, В зеленом небе Ночном Протувает Незримо ловья С пожеланием к России, Молитвенным, Страждущим очем, Продолжаю писать Свой законченный Вроде бы стих, Потому что молчать не дает Своей нравной муза, Дом, Жилище моим, Обогретый печаль, Затих, Отдыхает Сапя в тишине От жутейского груза, Не вы тоже, Залечь на диван, Да обняться с женой, Пожелав перед этим Дикишком Своим Доброй ночи, Но я знаю, Витает чудесные ночи Надо мной дух поэзии, Горний И тайной Что-то пророчит, Я тяжу у окна, Закрываю глаза И молюсь, И с молитвой моей Расправляются Плавные крылья, Еще миг лишь один И чувствую, Я чувствую, Что возьмесусь, Чтоб навеки смешаться С высокую Звездную пылью, А затем осыпаясь, Как в сказке Веселым дождем, Я омой собой Драгоценную Нашу землицу, Состоится И явление сие Посолочим Днем Я вспомню И я вспомню Про маму, Кормилицу нашу И женицу. Вот опять же Мама, 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 Как и было старший брат, Мастер спорта По жизненному ориентированию. Можем не открыть Владимир Антоновичу, Ему неудобно Читать стихи, Которые Посвятил ему Александр Ростов, Поэтому Я попробую Почитать, Но не полностью, Потому что Стихотворение Очень Очень большое, Тем более Давай, Там тебя не видят, Тебя сторона Давай, Давай, Иди сюда Тем более, Что я Не имею Опыта Чтение стихов Два слова Кусочек Уринским Вот Сергей Доморощенко в «Правде сера» написал статью из числа «Превесного сумасшедшего». Вот такая статья. Эта статья меня в Няндуме прославила. Паша, ты знаменит, а тебе пишут «Правде сера». Там была фотография такая, я на себя посмотрел. Такой мужик симпатичный, я вам так вам присылал. Теперь он же не стал, наверное. А кстати, вот покажу. Вот видите, как я тут был молодой, такой красивый, тёрный голос. Это такая буклетик, вышел в Москве, там рекламная библиотечка поэзии. Спасибо моему другу и отцу по поэзии Дмитрию Алексеевичу Ушакову, моему земляку поэту. Знаете, наверное, я считаю его своим учителем. Вот с его книжечкой он выпустил её. И у меня Ушакову тоже. Да, кстати, Сашу Тарасковичу и потом Ушакову ещё почитаю стихи, посвящённому Ушакову. Поскольку как-то вот хорошо, что они получаются, эти стихи на посвящение. Они как бы не специально написаны, они выплывают и выходят. Потому что и потому они и мне интересны, и, полагаю, интересны будут и вам. Вот Саше тоже. Кстати, я когда ему стихи почитал, который сейчас почитаю, он говорит, «Ты что, Паша, на меня обиделся, что ли?» Я говорю, «Чего ты?» «Ничего не обиделся, просто». Значит, послушайте, мечтал уже. Я уже сравнительно не молод, Седина прокралась в космине. Сашка душу раздирает холод, Не парю над днямами во сне, Не витаю, знаешь ли, как прежде, В небе ясном, синим и ночном, Засыпаю часто я в надежде, Чтоб забыться безмятежным сном. Пишешь ты, споя писатель быта, Что сродни мне Алексей Кольцов. Это точно. Стих мы самобытен, Взрослых, летчий тон и сорванцов. Только, милый Сашка, Трудно, тяжко Сочинять прекрасные стихи. Можно маху дать, А за промашку ха-ха-ха блются дать, хихихи. Мне, конечно, это неприятно. Знаешь сам, зависим от нее, Стих же этот прописался Гнятно, нежно и наивно. Ё-моё. Так что вот так, Сашенька, дорогой. Вот вспомнили опять добрым сон его. Кстати, когда в Архангии сказать, как он в день его рождения, все случилось-то, помнишь, ты еще мне подсказал? Вообще, Павел Антонович, он... Нет, Логинову не читал. Не читал, ну вот я же спросил. Раскова. Раскова, а если еще Логинову, он вообще мастер посвящений. Вот та открытость, которая есть, вы уже, наверное, почувствовали в нем, в его стихах, она очень заразительна. Заразительна до такой степени, что пробуждает ответ на стихи. И я написал, ну, по-своему. У нас была передача, я позволю, ну, стихотворение, посвященное Павлу Захарину, прочитать. Своебразно. Вот оно так получилось. Как за лесом другие встают леса, за рекой у моря шумит, ворчит, но поем на разные голоса. Твой замок не откроет мои ключи. Наши строки в один узор не сплетешь, наши судьбы не станут одной судьбой. Ты на тихий лесной родничок похож, с самой светлой и чистой живой водой. На кого я похож говорить не мне, но уж точно журчать не могу. И течь я скорее осадок вина на дне, но не проникшая в горло густая речь. Но когда за рассветом встает печаль, будь то осень, зима или летний зной, Я смотрю горизонт, раздвигая вдаль, в те края, где живешь ты, товарищ мой. Ну а если в груди у тебя тоска, и гармонь наяривать не с руки, Вспомни, друг мой, к морю течет река, в те края, где пишу я свои стихи. Ну вот стихи, они связывают и в этом отношении замечательным образом в стихах Павла Антоновича вот есть любовь, есть мама, есть родители, есть дружба. И есть еще одно стихотворение, которое шуточное, я ему написал, когда книжка была издана. Вот такое четверостище небольшое. «Земли прольется дивный свет, и ангелы на небе возликуют. Захарийен Паша, няндамский поэт, предъявит миру простоту святую». Вот он сейчас ее предъявляет. И еще одно стихотворение, посвященное Александру Логинову. Логинова вы ведь знаете, Александру Александровичу. Опять же, оно настроенческое, там нет прямого ответа. Но если вы знаете стихи, то найдете перепевы. Александру Логинову. «Я лег головою на север, прикрывшись рубахою. Лег на скошенный высохший клевер, еще не уложенный в сток. Я спал, и глубинные токи струясь омывали меня. И жизненно важные соки я впитывал, душу храня. Процесс обновления и роста свободно во мне проходил. О, Боже мой, как это просто!» Подумал и ввысь воспарил. Воздушные струи упруго влекли, облегая меня. Блаженно я плыл над округой в блистании летнего дня. Вот как он умеет воспарять, как он умеет извлекать. Я думаю, не знаю, рассказал ли он эту историю про свое рождение. Никак не рассказал. Сейчас расскажет, сейчас придет, я не буду. Одна из глав этой книги, она ведь не просто так называется. Вот я просто название глав прочитаю, и вы многое понимаете. Они названы по стихотворениям. По первым стихотворениям, перед каждой главкой, первая глава вы поняли в понедельник. «Тихая моя няндама». Я все время говорю, вот его нет, и я говорю, по вам точно. Надо обладать или смелостью, или действительно простотой. Взять ромцовские слова, взять «Тихая моя няндама». И оно работает. Вот оно работает, и все. Все же помнят «Тихая моя рождение»? А есть еще «Тихая моя няндама». А вот вторая глава, и вот об этом его надо прямо спросить. О чем речь? «А все-таки ангел явился ко мне». Вот понимаете, в этой строчке очень много. Не просто ангел явился, а все-таки ангел явился ко мне. Это вот вторник. Стихотворение «Среда». «Души моей коснише благодать». «Четверг». «Я живу в предвкушении тепла». «Пятница». Уютно здесь и очень хорошо. Совершенно пятничная. «Суббота». «Как прежде, я душою чист». Ну, и воскресенье. «Не потому ли смотрю светлей и шире на свой народ». И вот пока его нет, можно я прочитаю вот из этой последней главы то, о чем эта фраза. «Не потому ли смотрю светлей и шире на свой народ». Очень любят художники писать манифесты. Вот у нас недавно мы публиковали в журнале «Арт» об Архангельске. Там были представлены стихи, проза. Там были представлены публикации, вернее, эссе о наших писателях и поэтов, написанных Александром Лысковым. И там был Дмитрий Трубин. И, ну, я говорю, напиши заметку. Он написал заметку «Манифест Дмитрия Трубина». Ну, вот, это нормально. Поэты не пишут манифесты. Или писали когда-то, Сергей Николаевич. Писали, встали. Да, Маяковский. Да, Сергей Николаевич. Упала. Приказы, да? Да, упала Антоныча. Нет манифестов. Но вот то, что я сейчас прочитаю, это сродни этому, потому что это заявление некое. Это свой взгляд на жизнь. Не потому смотрю светлее и шире. Моя мама, Захарина Мария Александровна, девичество Герасимова, родом из деревни Комолова, что недалеко от Каргополия. В ясную погоду, вспоминает она, город хорошо было видно. Место веселое, красивое, на большой дороге, рядом с Комрико-Онега. А поля, так как портреты, почти напротив. Дома, три березки стояли, как сейчас помню. Прошлой осенью впервые побывал я на родине мамы. Деревни давно уже нет, но вот три березы стоят, разросшиеся, обвешалые, они как памятник, стертому с лица земли русскому селению. В моей душе что-то происходило. Терпкий комок подкатился к горлу. Именно тогда со всей ясностью понял, что корни мои на Каргопольской земле здесь родилась моя мама. Стояли слегка просветленные сумерки, когда рассвет только-только набирает силу. Я спросил у своего спутника, а что за огни светятся там, за полем? Это Саунина, ответил он. Саунин, сколько раз летало с уст матери моей название этой деревни. И всякий раз я отличал красоту этого слова. А сколько их неповторимых русских названий. Спасибо тебе, мама, за рассказы твои и слово, которое вместе с тобой вросло в мою жизнь. Вот еще о чем хочется сказать. Вся мамина жизнь связана с хозяйством, с землей. А в хозяйстве крестьянину в ту пору без коровок, он об этом рассказывал, а вот он пишет. Прожить было нельзя, она главная кормилица. Достаточно сказать, что на сенокоз вместе со взрослыми пошла мама девяти лет. Ботылка сделала для меньшей Маши небольшенькие грабельки, легонькие и доловкие. Младшая в семье среди сестер, она выделялась из всех крепкая кровь с молокой. Косила так, что ломового мужика за пояс могла затхнуть. Потому, когда занемок батенька, увидел он замену в окрепшей Марии. Хваткая в деле, она переняла от него право метать стога. Так получилось, что, я пропуская, отец умер в неполные 37 лет. Мне младшему седьмому по счету было тогда пять месяцев. Старшему Володе 16 лет. Он же не уточняет, а вот, если уточнить, да, вот что мама получила. Что помогло маме выстоять? Наверное, прежде всего, неукротимая сила души. И высочайшее проявление материнского долга. А ведь чего только ей не советовали. И в детдом двух-то младших сдать. И поговаривали, хорошо, если бы одного Бог прибрал. Но мама на это отвечала. Пусть хоть наголодуемся, да вместе. И вырастила ведь. Ни один поберушкой за кусок хлеба не ходил, не наголодовался. Хотя жалование по смерти отца составляло 57 рублей. В одном из моих стихотворений есть такая астрофа. Не потому смотрю светлее и шире на свой народ. И тем горжусь, что в нашем неспокойном мире я сыном Марьиным зовусь. Вот, вы понимаете, вот это Павел Антонович, как написать? А маме? Вот, и этим заканчивается эта книга. Она больше, потому что здесь есть еще строки. Они обращены к родным. Вот, я думаю, сейчас он у нас вернется. Я его спасу оттуда. И приведу, возвращу к нам, и вы его встретите опять с аплодисментами. Потому что, ну, вот, я вам рассказал. А книжку стоит такую иметь. А тут пытаются все добиться вот этой истории. Как тебя из роддома везли? Ты вот расскажи уже, почему все-таки ангел-то явился. Это же, это же, это же... Ну, да, вот история. Вообще, поцелованность сразу была, мне было. Ну, вот тоже, ну, это да, на его самом деле. Ну, вот мама, ну, как там это все... Ну, в общем, мама родила мне, внука. Всех рожала, вылетали, как по маслу. А на той, в январе, холодно, значит, отец ее на санках в роддом. Завод, вот как было, ну, ночью как раз, была ночь уже. Он на санках ее вот до роддома вез. По путям, вот тогда дорог не было, по путям. И, я видимо, она подпростыла, и рожала мне очень тяжело. Вот, ну, короче говоря, на выписку запрягли на рове стуха, коня такого, короче, и слегка бешеного такого. Вот, вот, я влюписывалит, моя сестра Тамара и с подружкой Ириной Бахревой. Что-то, а девочкам по 12 лет. Вот они были в санях, они как-то у меня, короче, пока везли на повороте, я каким-то образом вылетел. Перезли домой отец, а где сын-то? Сына-то нет. Схватились, вот тебе петрушку. Ну, хорошо быстро нашли там, я на повороте вылетел. Как-то нежно к полоте вот там провалился, и все. И ничего, и нормально подобрали домой. Вот такая система, любопытная, конечно. Ну, эта история там, потом я, много мне все, Томасова, там, да, та же Бахарева рассказывала, Рима. Царство и невесты все уже умерли, Тома рассказывала, Леня, брат, рассказывал. Ну, все немножко по-разному, но суть такова, да. Был уронен, понимаете, в жизни. И ангелом? Да, все-таки ангел явился ко мне, когда замерзала я в дороге, мречилась, Будто обслепший во мгле, Я грешно упал к нему в ноги, А он, огромадный такой, надо мной, Раскрыл свои плавные крылья. Я, содрогнувшись, качнулся домой, Осыпанный звездным пылью. Вот до этого, когда образ пришел, я собираю в ноги, откуда. А был такой момент, что жизнь, она сложная штука. Иногда, в самом деле, кто-то спасает, этот ангел. Мог погибнуть, уже в будущем, в родственной жизни. Вообще, знаете, заниматься поэзией трудно, но очень любопытно, поскольку поэзия, она дает возможность, в самом деле, раскрывается мир. А мир еще, почему раскрывается? Для того, чтобы раскрылся мир, надо очень сильно любить. Или влюбиться. Влюбился я, конечно, сильнейшим образом, когда мне было уже 18 лет, да, влюбился. Влюбился в девушку одну так сильно, что вот она мне помогла и вот эту, она мне как бы вручила свой свиток непрочитанный, о какой я не знал, и рамки мира раскрылись. Любовь дает очень много, конечно. Да, там она вышла. У меня, кстати, уже поэмин, об этом написано, и чувство мне явилось в эту пору, я полюбил. Она явилась взору глубокой осенью, сиянье луны под лампой у окна. Она сидела, я поражен был, ей речи не имела, и так далее. В общем, там это вот, потом, потом я такой стихно-цел, вот заключительный. Помню ту же какую встречу. Гром гремел, вверкала гроза в тот последний прощаний вечер. Я запомнил твои глаза. Ты смотрела пристально, ясно, и с волнением сказала, нет. В тот момент ты была прекрасна. А во мне родился поэт. Мы расстались, меня шатало. Слезы сами текли из глаз. Но и чувство у меня врастало. Оно есть во мне и сейчас. Оно, сами говорили, и во мне сейчас. Точно есть. Любовь, она, конечно, и в Библии тоже, что? Что вы сказали? Бог – это любовь. Вот любовь, конечно. И счастлив тот человек, кто это чувство познал. Я считаю себя счастливым, поскольку это чувство я познал. И с этим чувством живу. И это помогает мне писать. И вот и писать иногда так, что даже народу нравится. Ну, даже так и надо помещать. Это самое главное. Ну, что еще? Это время. Я вам огромный час уже говорю. Уже ровный час с вами общаюсь. Про любовь хотели почитать. Про любовь? Обещали, да. Ах. Ну, сейчас, как там? Вот такие стихи, конечно. Я не знаю. Там даже как-то... У меня стихи написаны на грани такие вот. На грани откровенности. Так я не знаю, даже страшновато порой читать. Не знаю. Я как-то их даже иногда так... Даже стесняюсь. Так мы любим такие. Да, да. Женщины любят. Женщины любят. Ну, вот такой стихи, да. Я говорю, прости и не ругайся. Ты отвечаешь, не ругайся, нет. Ты лучше сам себе возьми. Признайся, что ты хороший, взбалмышный туэт. Спасибо, говорю, и улыбаюсь. Чаечком отпиваюсь, грусть стоя. И на минуту снова забывая себя, Ранимого собой храня. И вспоминаю таинством, и седом. И вот уже читаю плавно стих. Мне кажется, что бес во мне затих. В окошко столько света льется с неба. А ты напротив, и глаза в упор. Легко, немому подчиняюсь зову. И, прекращая всякий разговор, Стерю постель, и снег летит, как по кругу. Стояла ночь. Я холода не чуял. Я был горяч, я был силен в ту пору и горяч. А ты ждала. Я чуял поцелуя. И слышался в ночи предчистый плач. И свет луны сиял на блузке белой. И весь дрожал. Лицо дышало страсть. Ты вся была отчаянной и смелой. Как только что родившаяся власть. Вот такие дела дамы. Вот такие дела дамы. Эх, а вот тут еще, когда на танцы я ходил, Тогда, конечно, был моложе. Однажды, помню, пригласил на танец девушку. Вращаюсь руку ей, пожалуй. Жалею, что не поженились. Вот такие, да. Вот такие, все-таки, да, это вот любовь. Конечно, конечно, вот это, да. Как без любви? Вот это, да. Вот все-таки надо еще что-то бы почитать. Про любовь-то. Про любовь-то бы надо. Ах, не знаю, что вы такое еще читаете. Да, вот сейчас наугад возьмем, что-нибудь выгодит, и люди тоже почитаем. Вот мой любимый стих. Вот тоже люблю почему-то. Это вот поко, это наша породня. Это когда, ну, всю жизнь прожили мы с коровой. Вот опять про корову. Всю жизнь коровы. Мне приходилось и пасти коров, и каждое утро, конечно, выгонять на Падлище. Ну, это было занятное дело. Господи, летом, солнце, роса. Они идут, там, это, ну, как, ну, живут. Ну, в общем, там, хорошо это, красиво все. То было каждое утро туманное, тихое, росное. Вдоволь дышу я стуженным воздухом родины и к роднику направляюсь по кочкам, по впадинам. Там осенив себя крестным знаменем, кланяюсь, струем серебряным вниз убегающим крещеньки, и снова водой светомосное лицо окравляющее наступает во мне. Расслабление блаженное. Я отдыхаю, и дух мой наверху стремляется, дав невозможность увидеть картину чудесную. Каждое утро туманное, тихое, росное. Вдоволь дышу я стуженным воздухом родины. Да, вот этот. И родничок тот, хороший человек этот родника светил и сказал, говорит, Паша, родник-то где? Я, говорит, папа привел, он светил его. И он называется теперь родник, очень, там написано, родник святого апостола Павла. Вот так. Интересно. Да, кстати, недавно был, ну, недавно как-то, до зимы, пришел там водички опять-таки. Вода очень хорошая, лечебная, кажется мне. Для того, чтобы была вода лечебная, надо веровать и любить. Мне понадобится лечебная. Ну, в Сангеле хорошая вода очень. Я даже болящим людям ее приносила, они пили, помогает. И потом, когда вот горло болело у меня, ангина была, я этой холодной водой, купанием в ледяной речке, и вот эту воду напивался прям в ледяной воде, и все у меня прошло, перестало горло болеть. Вот так вот. Сила само внушения, любви и божьей милости. Наверное, так, да? Да еще. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. А, вот легида, нравится мне еще легида. Тоже вот, я зримо помню этот стих, как написал, такой день пасмурный, автобус идет, зря я выхожу, и вдруг это пришла мелодия. Вот как она пришла? С высоты серым небом томящий, с высоты серым небом томящий, в виде капель рассеянных ветром сыплет дождик на нас моросящий, вперед тихой мелодией ретро. Опускается дождик на здания, на прохожих и на тротуары, и в масштабах всего мироздания где-то слышится голос с гитары. Может, нежность Господня это, может, тайные осени свойства, бродит дождь по окраинному лета, остужая души беспокойства. Ну, наверное, и спасибо вам за внимание, а то у тебя не будет. Слишком много стихов тоже нельзя читать. Может, какие-то вопросы еще есть? У вас вот няндан элит объединения, куда входит Надежда Тепухина, вы с ними общаетесь? Да, я знаю их, ну вот знаю. Ну, да, Надежда ведет такой активный образ жизни, там книги о Бушукове, там тоже есть, потом там коллективные сборники нянданских, вот тысячи людей собирает тоже. Ну, там все время меня заставляют стихи, я даю стихи, ну, больше давать не буду. Ошибок там наделаны, прости меня, Господи, много ошибок. Лучше в стихах ошибки тоже желательно не было, а то можно, а то там потом стрелье получилось, два минуты. И, кстати, удовольствие, печатать соответственность. Да, 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 да. Печатать надо это. Все-таки, когда слово выходит в печать, надо к этому серьезно. Очень. Вот, я хочу от всех присутствующих поблагодарить Павла Антоновича. Скоро праздник еще замечательный приближается. И вот, пожалуйста. Борис, спасибо. Ну, не знаю, все, спасибо. Ну, что я хочу поблагодарить Игоря Давидовича Куревича, поздравить его с приближающимся праздником и поблагодарить за то, что мы очень тесно сотрудничаем с региональным отделением Союза писателей, очень активно сотрудничаем в последнее время, когда Игорь Давидович взял вот бразды правления этой темой, этим творческим сотрудничеством в свои руки. Игорь Давидович, идите сюда. Спасибо. Спасибо вам, приятно. Спасибо вам. И спасибо всем замечательным гостям, которые пришли сегодня на эту...